Мы продолжаем усиленно тренироваться, приводить себя в форму. Не знаю, уже вторые сутки пошли без Алины на проекте. Ну и честно, я могу сказать, что мне грустненько от того, что ее нету. Искренние эмоции. Скучаю по ней. Алиса, отключить повтор. Алиса, не повторять композицию. Отлично. Я так хотела подойти заебку. Сегодня узнала, что у тебя появилась девушка. Да, у меня появилась девушка. В принципе, все замечательно у нас с ней, все хорошо. Алиса, громкость 4. Сколько сбросил? Сбросил 10 килограмм уже. Вот поэтому все прекрасно. В отношениях с Алиной и Ордан сегодня вышел эфир как раз с ее приходом. Можете посмотреть, сказать, смотримся мы с ней вместе, да или нет. Очень интересно. Я счастлив. Озабочен тем, что Алина не со мной. Но я думаю, что это временные эффекты. Все у нас будет хорошо. Почему игнорируешь? Кого игнорирую? Интересно. Стараюсь всегда всем отвечать. Никого не игнорирую. Крис с Ваней? Да, Крис с Ваней. Сори, не увидел. Вопрос. Крис с Ваней. Все у них хорошо, все замечательно. Нет, я не в изоляторе. Я в третьей комнате у тебя. У Вани конфликт с Николычком Налобном. Я в этой ситуации на стороне Артура. Скажу честно, потому что считаю, что мужчины не должны влезать в конфликты женщин. Артур тоже не прав, конечно, что баш на баш пошел. Но все-таки я в этой ситуации на стороне Артура. Татух сводить будешь? Нет. Татух сводить не буду. Буду набивать новые. Сколько весит Алина, мне кажется, и ветром унесет. Алина весит 48 килограмм. 48 килограмм в этот оброс. Да, что есть, то есть. Зарос, оброс. Будем перепрофилировать себя. Приводить в порядок бороду. Совсем скоро. Осталось недолго. Вы очень красивый. Спасибо. Здорово, Марат. Да, я в паре. Все прекрасно. Норм, ты похудел? Спасибо. Все замечательно. Нравится кто-нибудь на проекте? Да, у меня есть девушка, которая мне нравится. Мы строим с ней отношения. Вот, поэтому симпатия есть у меня. Какой рост у меня? Рост у меня метр восемьдесят два. Метр восемьдесят два. Алиса, громкость три. Какой рост у тебя? Да, 182. Все ништяк, брат, фарт. Да, согласен. Все ништяк, все замечательно. Максим по Соне страдает все. Ну, так скажем, неоднозначные у него эмоции вызывает Соня. И все, что с ней связано. Подвлюбился парень. Как бы, не знаю, как это. Это будет Юлия с Тиграном. У Юлия с Тиграном достаточно сложные взаимоотношения. Они то мирятся, то расходятся. Неоднозначно сказать нельзя, что они вместе. И однозначно нельзя сказать, что они не вместе. Как зовут девочку? Девочку зовут Алина и Ордан. С ней строим отношения. Да, это те, кто сегодня пришли. Вот с Алиной мы строим отношения. Живем, когда ты в качка превратишься. Ну, иду к этому. Все будет скоро. Не хочешь вернуть Юлю? Нет, с Юлия история закончена. Возвращать Юлю не буду. Вот, поэтому у меня новые отношения. Новая девушка. И все прекрасно. Я думаю, что маленького роста, но на видео так кажется. Вот так. В общем, теперь большого роста оказывается. Как дела у Артема и Клавы? У них все прекрасно. Ребята строят отношения. Идиллия, так скажем. Конфетно-букетный период. Они друг друга зажигают. Горят глаза. В общем, у ребят все классно, супер. У вас бы, возможно, что-то получилось с Юлей? Нет, не думаю. Уже история закончена и все остальное. Ты поддерживаешь Артура, потому что в свое время... Ванек, что Ванек в свое время? Владик, умоляю, подстригись и побрейся. Ну, обязательно это сделаю, когда посчитаю нужным. Ты на курсе или сам? Я сам, абсолютно сам. Питание, как говорится, колораж. Все в этом роде. Все в этом роде. То есть питание, колораж, тренировки два раза в день. И вот такие результаты. Так, смотрим. Вы тоже купили Алису? Да, у нас была Алиса, поэтому... Теперь она у нас есть. Но согласись, у Артура есть зависть по отношению Крис и Ваня? Нет. Там зависти нету. Там конфликт, который развился на пустом месте. И не могу сказать, что он к чему-то может привести. Просто ни одна, ни другая сторона не хочет принимать позицию, что кто-то может быть неправ. Ваня скрис? Да, Ваня скрис. У Лехи Адева тоже отношения новые? Да, у Леши тоже новые отношения. Все у него хорошо. Значит, на курсе... Не понимаю, что такое курс. Я слежу за колоражем. Уменьшаю калории. Два раза в день тренируюсь. Вот и все. Питание и тренировки. Убери бороду. Ну, я уже один раз убирал бороду. Больше не хочу. Спасибо. Борода это все мое. Не зря же я борода снова в деле. Ваняк тебя успокоил, когда ты пил, у тебя была вела горячка? Забытое старое, прошлое? Нет. Не из-за этого я поддерживаю Артура. Просто я считаю, что мужчина не должен влезать в женские разборки. Вот и все. Девочки должны разбираться сами. Поэтому вот так, как ты шатаешь, как ты шатаешь, кто, что шатаешь. Я ничего не шатаю, я только двигаю. Двигаю правильную идеологию в массы, здоровый образ жизни, тренировки. Комнату показывать, сейчас покажу. Вот кровать. Джейсон. Цветочки, мольберты. Рисунки. Вот гардеробная. Вот такая комната. Третья комната Випа. Дома. Ты смотришь тикток Артура, ты знаешь, что он националист. Расшифруйте данное понятие, что для вас национализм. Я в нем этого не вижу. И не вижу его тикток, что он какой-то националистические лозунги, высказывания вызывает. Это, наверное, сугубо ваше личное мнение. Не могу сказать, что был замечен, но в чем-то подобном. Сколько мне лет? Мне 26 лет. Крутая комната. Можно ко мне идти на Дом-2. Ну, я в отношениях. Можете рассмотреть других парней свободных. У меня есть девушка. Я никого сейчас не рассматриваю для отношений. Строю отношения с Алиной и Ордан. Вот, поэтому на данный момент времени я занят. Много девочек-одиночек. Юля. И все. Что он подчеркивает, что Ваня украинец. Типа, Ваня из-за ситуации не хочет меня играть на цирок. Вообще, бред нет. Это не так. И это не националистические возгласы, кстати. Если вы можете так подумать. И здесь момент совершенно в другом. Это его сугубо личное мнение. Он не призывает ни к чему. И вот так. На чей концерт хотел бы сходить? На концерт Лок Дога. Честно. Очень нравится его творчество. Какие качества ценишь у Львы? Честность, открытость, доброта, уважение. Вот так. Все так серьезно? Ну, да. Я не привык распыляться. И если я строю отношения, то я строю отношения серьезно. Потому что не думаю, что нужно что-то проводить просто так. С кем общаешься? Если из парней, то Артур. Леха Безусадеев. Грант. Вот. Из девочек. Алена Апенченко. Катя Горина. Все. А, ну Клава теперь без верху. Да. Но она в институте так обрела грязью, что он типа позвонил. Ребят, все вы увидите в эфире. Поэтому все узнаете. Не хочу распространяться на эту тему. Не пытайте. Корее никто не пришел. Нет, Клюхи никто не пришел. Ну, я думаю, что и на его улице будет скоро праздник. На данный момент. На данный момент так. Доброй ночи. Доброй ночи. А где твоя девочка? Моя девочка сейчас в больнице. Небольшие осложнения со здоровьем. Вот. Но я ее поддерживаю. Каждое утро езжу к ней. Все хорошо. Поэтому пока не могу показать свою девушку. Была у меня в историях. Был женат, есть дети? Да, был женат. Дважды детей нету. Вот. Принимал девушку с ребенком. Не знаю, можно сказать, что есть дети или нет. Сколько сантиметров член? Достаточно большой. Не знаю. Странный вопрос. Не замерял. Не знаю. Ты считаешь, что Ваня Скриз ради бизнеса? Я не могу однозначно ответить на этот вопрос. Ради чего Ваня Скриз. Не знаю. Не хочу высказываться по этому поводу. Скажу, наверное, только то, что я думаю, что у ребят взаимная симпатия, чувства друг к другу. Вот так. Ну, значит, вы тоже поддерживаете упозицию. Возможно, в данный момент об этом говорить. Ребят, о чем говорить? Мы не разводим никаких призывов, не обвиняем никакие нации. Артур это тоже не делает. Я всегда за мир во всем мире и говорю, что, ребят, надо жить дружно и стараюсь эти темы вообще не задевать. Но и говорить, что он вешает на него какие-то ярлыки за то, что он высказал свою позицию и свое мнение, это тоже нелепо, потому что в этом комментарии нет ничего того, что вы подразумеваете под данным словом. Либо обратитесь к словарю и узнаете этимологическое значение этого слова и как оно расшифровывается, а не используйте высокопарные речи в обвинительном характере. Скажем, вот так. Сколько хочешь еще скинуть? Так, Ульяна ушла с проекта? Нет, Ульяна не ушла с проекта. Сколько хочу еще скинуть? Наверное, еще килограмм 5-7. Вот так. У Вани на родине не так тяжело и его мама там. Мы все прекрасно понимаем, какая ситуация у Вани и еще раз говорю, никто, мы наоборот за мир во всем мире. Я смотрел эфир, не будь лизуном среди Артура, Безус и других личностей. Это норм парень. Можете сам отстаивать свое мнение. Я сам отстаиваю свое мнение. У меня своя позиция с точки зрения. Если она совпадает с ребятами, это не значит, что я лизун. Ребят, мое мнение, я шел и против Безуса, и против Артура. И сейчас даже то, что мы с ним хорошо общаемся, могу высказать им, в чем они неправы. Красивый ты, спасибо. Тебе нужно побриться? Да, возможно, согласен. Скоро это все сделаю. Как ты думаешь, какого нужно убрать из проекта? Честно, не знаю. Ребята все по-своему хорошие, но кто-то слабее, кто-то сильнее. Тебе точно 26 на 26? Точно 26. 26. Жена Горин сказал, что не видит украинцев. Где вы это все берете, ребят, честно? Вот я не понимаю, о чем вы говорите. Сейчас вернусь к вам. А хотя пойдемте со мной. Очень странная позиция. Я ни разу таких речей от ребят не слышал, и, наверное, это немного ваше предвзятое мнение. Вы слышите то, что хотите вы слышать. Артур, вам, друг, пока вы его поддержите в этот момент, когда Ваня Крис поддерживал. Артур за спиной по вам проходился. Вы идете туда, куда большинство, извините. Никогда не шел за большинством, не имел такого мнения идти за большинством, поэтому я в 26 лет стал руководителем учреждения, чиновником, поэтому у меня есть своя точка зрения, свое мнение. Никогда не бегу за большинством и не придерживаюсь того, нужно идти за большинством, чтобы чего-то добиться. У меня своя позиция, если ее позицию разделяют, разделяют, если нет, могут точно так же высказывать что-то и про меня, поэтому это абсолютно нормально. Привет с Ангарска. Ангарск, привет. Что тебя бесит на проекте? Что меня бесит на проекте, что нету свободы выхода, вот скажем так. Я свободолюбивый человек, который тоже иногда хочет куда-то выехать, отдохнуть или все остальное. Ульяна ушла? Нет, Ульяна не ушла. Еще и называют крис цыганкой. я вам могу сказать, знаете, так что, тогда вы не лучше, вы же на Артура повешаете амплуа сейчас и называете его тоже определенными словами, что тоже не красит вас, если вы это осуждаете, зачем вы сами так поступаете. Если чего-то требуете, соответствуйте. Потому что ты сейчас на Дурдоме 2, а не в чиновниках. Да, окей, но вы же смотрите мой прямой пир, смотрите этот Дурдом 2 и вы обвиняете меня в том, что я не имею своего мнения. да, Клава, привет. Вот. Как тебе подписка там? Пока 20. Что у тебя дальше такое плохое? Однако, здравствуйте. Потому что мой телефон утонул, я купил телефон по-быстрому, чтобы хоть что-то вести прямо в ферах. Да. Ты вообще больше не пьешь где-то время? Больше вообще не пью. это не времени. Куда смотрю, если ребенок 2, вы нетолерантны, но могу сказать, что вы тоже тогда нетолерантны, если вы вешаете такие амплуа, так высказываетесь. Значит, у вас тоже предвзятое мнение и нету толерантства. Нам, нам жалко все народы мира. Не надо так говорить. Вы вешаете какое-то непонятное амплуа, мы за мир во всем мире и не надо так сказать, говорить то, чего нет и то, что вы не знаете. клава-участник проекта? клава-участница проекта. Привет, как вы? Все нормально, все отлично. Вот какой-то сушничок напал. Не знаю, почему. Очень много пью воды в последнее время, наверное, потому что жарко. Сколько уже скинул? Минус 10 килограмм. Не амплуа, а ярлык. Ну, ярлык, амплуа. Такие интересные вещи. Была бы я помладше, я бы тебя украл с проекта. Окей. Но, думаю, сейчас это уже не получится. Если бы я был не в отношениях, то все возможно. Но сейчас нет. Тик-ток смотрите. Стараюсь не смотреть. Вот, поэтому, наверное, я вам тоже самого посоветую. Читайте больше книг, смотрите интеллектуальные передачи, а не сидите в тик-токе и не вешайте ярлыки, скажем так. Джейсон очень сильно понравилась игрушка. В какой позе сижу? Вот в такой. Ну, молодец, Артур там сидит. Я там не сижу, не высказываюсь. Поэтому очень странно, что вы ведете диалог тогда у меня, а не у него. Если вы следите за его тик-током, как вы говорите, вы можете задать ему интересующий вопрос о прямых эфирах. А у вас какая позиция? Я уже сказал свою позицию. Если вы внимательно слушали, а не слышали то, что вы хотите слышать, вы бы ее услышали. Я уже высказался по этому поводу, по моей позиции, по поводу всей этой ситуации. Влад, где твоя девушка? Моя девушка сейчас в больнице. Вот так. У Артура нет ни одного друга, которого он за спиной грязью не поливал. Так ответ, какой он друг, когда это не придет, что зритель, я к нему хорошо относился раньше. Я не думаю, что Артурка поливает кого-то за спиной, он высказывает свое мнение по разным ситуациям, а разве друг, тот человек, который всегда будет безоговорочно поддерживать и не указывать вам на ваши ошибки и всегда будет соглашаться с вами, даже если вы не правы, ну, тогда грош цена таким друзьям, которые не могут своим друзьям сказать, в чем они не правы. Поэтому как-то двоякая ситуация. Кто же тогда настоящий друг? Он хитрый, только говорит и не отвечает за свои слова. Он также дружил с моим донами. Сугубо лично ваше мнение. Не согласен с этим. Собачку зовут Джейсон. Такой сыночка у нас. Вот такой сыночка. Потом их засадил. Значит, были на то причины. Вот я про это говорю. Что такое дружба? Давайте разберем с вами. Дружба это когда ты полностью поддерживаешь человека во всем. Тогда это лицемерие. Если ты понимаешь, что твой друг не прав, но ты топишь за него и не указываешь ему на его ошибки, значит ты не хороший друг. Ведь если ты поощряешь то, что твой друг совершает ошибки, значит что? Значит ты ему не помогаешь, а наоборот его засаживаешь. А если ты указываешь другу на его ошибки, можешь спокойно высказать мнение по поводу какой-то ситуации. Вот это, наверное, истинная дружба. привет Безус на проекте. Привет, да, Леха на проекте, все хорошо. У меня три кота и две кошки. О, это круто. А что он по разу не выйдет с Ваньком? А зачем ему по разу выходить с Ваньком? Мне кажется, что все конфликты и все проблемы можно решить словами, применять физической силы, но это такое себе удовольствие, которое присуще низшему по воспитанию обществу, личностям и как бы мы это не приветствуем, не пропагандируем и вообще против решения конфликтов физической силой. Мы живем в достаточно адекватном, хорошем обществе, которое дало нам образование, дало речь, слова для того, чтобы выражать свои эмоции, чувства, а не решать конфликты с методом силы. Вдруг этот человек скажет в лицо, а не за спиной говоря, в лицо улыбаться, он сейчас только смог роткать, когда у него была поддержка. А смотрите, тогда такой вопрос, вы когда со своей женой либо с какими-то другими друзьями обсуждаете ситуацию вашего друга, вы тогда тоже получается говорите за спиной, потому что Артуру все, что он говорит, с кем-то, он это говорит и в лицо человеку. Это кого собачка? Это Алинина собачка, сейчас пока Алина в больнице, мы вдвоем с Джейсоном остались. Как относишься к мотоциклу? Мотоцикл люблю, хочу себе давно мотоцикл, Леха Безус подарил мне вот такой браслет в виде мотоциклетной цепи. Вот, первый элемент мотоцикла у меня есть. периметром решается так, а ты с Тиграном выходил, но ты Элист. Заметьте, я с Тиграном все конфликты, которые у нас были, решались на кулаках, инициатором выхода на кулаки был Тигран. Я ни разу не говорил ему пойдем выскочим, пойдем там на кулаки либо еще что-то. Это все было его предложениями, но я как мужчина принимал вызовы, если мне предлагают. Но я против этого решения, поэтому не могу сказать, что я Лис. За периметром решается так, но тогда я очень сочувствую вам, в каком учителе вы живете. Хватит играть на публику. Я не знаю, кто играет на публику, я такой, какой я есть в жизни. Ты закодировал, стяга есть? Да. Закодировал, стяги нет. Я тебя представляю на тяжелом байке в кожаных штанах. С Грантом, да, я предлагал сам выйти на перчатках, потому что Грант напал на меня первый, со спины, я не был готов, и для того, чтобы решить вопрос, я ему предложил выйти в ринг на перчатках, потому что была такая возможность, заметьте, и я не предлагал ему там выскочить раз на раз куда-то на улицу, либо еще что-то, а я предлагал решить вопрос в спортивном поединке, это две совершенно разные вещи. Спортивный поединок по правилам бокса, с судьей, рефери, в ринге, в перчатках, это одна история, а выскочить раз на раз, как вы говорите, это совершенно другая история, которая клик кулаками, а теперь это вы теперь это вот так называете, и я не про Тиграна, вы не раз на веселе кидались на людей, я не спорю, что на веселе я там кидался на людей, грубо говоря, да, в какой-то момент, но я же не говорю, что я приветствую это, я не приветствую свое поведение, я извинялся за это поведение, приносил свои извинения искренне, я не говорю, что я святой, идеальный, я говорю о том, что я не приветствую это, и не должны так решаться конфликты, и в адекватном состоянии я против этого, а когда на веселе, ну, мы сами знаем, что эмоции берут вверх, и мы не контролируем, Макс ушел за Соней, нет, Макс не ушел за Соней, в любом случае, придет время, когда вас целит ваши типа друзья, время покажет, пока что это только ваше сугубо личное мнение, давайте дождемся фактов, когда это произойдет, тогда и поговорим, в Бога веришь, верю в то, что у нас единый Бог, вот и все, скоро тебя сольют, без проблем, ребята, если вы так считаете, окей, скоро сольют, значит, скоро сольют, никто не вечен, ничто не вечно, и, возможно, скоро придет и мое время, все возможно, будем смотреть, как будут развиваться события, привет, ты хороший, интересный, харизматичный, достойный парень, спасибо большое, без усы, Артур, боятся Ванька? Нет, не думаю, почему вы думаете, что кто-то боится Ваню, очень странная позиция, если вы говорите о том, что боятся Ваню, значит, здесь проект про то, что кто-то сильнее захватил власть и держит страхи весь проект, нет, мы всегда можем высказываться, и все остальное, мы против такого, Соня ушла, ее уже вроде бы Дава оставил, да, Соня ушла, приняла решение, и все, бояться он может, и так даст, но, ребята, я еще раз говорю, если вы считаете, что физическая сила, это решение конфликтов, то я очень разочарован в вас, я не думаю, что Ванек прибегнет к силе, но у него уже было предупреждение, если прибегнет к силе, он понимает, к чему это приведет, конфликты нужно уметь решать словами, не всегда, конечно, это получается, но я за то, чтобы решать их словами, силу применять надо в другом месте, какое любимое блюдо, любимое блюдо, ребят, я люблю солянку, которую готовит, мама моя, вот солянка, это мое любимое, наверное, блюдо, я ни в коем случае не хочу вас, обидеть, но с экрана, ваша позиция выглядит так, как вы же написали Ваня, Ваня к вам всегда хорошо относился, вы говорите, что они против всех, там очень некрасиво, а заметьте, это моя позиция, хорошо, если ко мне хорошо относился человек, я не могу высказать свое мнение, которое может быть негативно против него, это тоже тогда очень странно и лицемерно, типа из личного отношения, я не могу высказывать мнение, которое у меня есть, которое может разниться, с его точки зрения, и которое он не принимает, вот как раз таки, вот это, наверное, будет больше некрасиво, если я буду замалчивать свое мнение, в общем, вы забыли, как Артур и Катя обижали Таню Репину, нет, мы это помним, но только там ситуация была достаточно сложная, и однозначно сказать, кто кого обижал, нельзя было, там было восприятие Тани, но ничего обидного не было, был ли когда-нибудь за границей, да, был за границей, 8 месяцев жил в Турции, вот, был в Египте, в Казахстане, вот так, Ванек, тебя поддержал, а ты подлый, в чем же моя подлость, расскажите мне, интересно узнать, я ничего подлого в своем, мнении не вижу, либо еще что-то, в любом случае, жизнь бумеранг, согласен, я же говорю, время все расставит на свои места, все покажет, кто был прав, кто виноват, вот, жизнь интересная штука, которая, как раз таки, если нету фактов, она все равно приведет к решению вопросов, и все встанет на свои места, все тайное станет явным, и все раскроется, Алиса, отключить повтор, вы не мнение высказываете, вы пытаетесь гасить людей, там много разных вещей, а заметьте, гасить людей, это очень интересное понятие, я задаю вопросы, на которые ребята отвечают, я не вешаю ярлыки, не вешаю никакие амплуа, я задаю интересующие вопросы, высказываю свое мнение по ситуации, что и как происходит, по моему мнению, а что да как, нет, они ответят за беременную девушку, Таню, без проблем, ответят, если на 100 пошло, возможно, да, Алиса, громкость 5, как там грантик, Тёмыч, хорошо, у него все прекрасно, все замечательно, в Казахстане отдыхал, или по работе, в блокно-городе, отдыхал, в Усть-Каменогорске, у меня оттуда супруга, первая, вот, по работе там не был, сегодня, или у Скати были на лобном, сегодня нет, когда-нибудь и Катя будет беременна, конечно, все девушки в отношениях, браке, когда-то бывают беременными, не поверите, вот, поэтому, все когда-нибудь будут беременными, вы представьте, если у вас будет дочь, и типа, как бьется Артур, так поступит, давайте так, а как они поступили, расскажите мне, вот, по вашему мнению, что же они такого сделали, что вас так за дело, очень интересно, Алиса, отключить повтор, Алиса, играть все треки, Алиса, включить предыдущий трек, как белая в постели, хорошо, нормально, не знаю, как объяснить, сравняю с чем ее сравнить, они не гасили ее, хотя знали, что у нее гормоны, обезда даже с деньгами не помогает, я, смотрите, я же, задал вопрос, как они ее гасили, что делали, расскажите мне, просто получается, что вы говорите только одно, что они ее гасили, без с деньгами не помогает, давайте факты, где Леша не помогает с деньгами, в какой ситуации, и как ребята гасили Таню, если вот вы так высказываетесь, Алиса, громкость 6, послушаем лок дога, изглентать тряски, снова мой мальчик, витомился, такой маленький, какой размер ноги, 45, Таня просит помощи у Вани и Крис, в чем конкретно, вот смотрите, вы говорите общими фразами, я прошу конкретику, факты, что происходит, ответьте на мои вопросы, я отвечу на ваши вопросы, потому что вы говорите какие-то обобщенные фразы, но без фактов, в чем просит помощи, в чем Леша не помогает деньгами, как Катя и Артур гасили Таню, по вашему мнению, выскажитесь, и все обсудим, нет, мне интересно, ребят, пусть накидываются, как бы, ну, по фактам, я люблю рассуждать по фактам, просто обобщенные фразы, это, ну, такая достаточно слабая позиция, я считаю, Солебекова и Юлия с сестрой сегодня приехали на поляну, как нет, что как нет, да, Юля приехала с сестрой сегодня на поляну, мой на простых тормозах, или просто так обнимать, и делить мечты, я душу хулиган, но хочу остаться здесь, тебя за руку держать, Алиса, громкость 5, вот смотрите, вы пришли в мой прямой эфир, задаете мне вопросы, я сейчас веду прямой эфир, по вашему мнению, я должен выйти из прямого эфира, зайти в телеграм, прочитать, вернуться сюда, и продолжить отвечать на ваши вопросы, если вы хотите услышать мое мнение по этому поводу, я вам задаю вопросы, дайте факты, тогда поговорим конструктивно, а вот просто давать какие-то вбросы, ну нет, ой, я тогда подумал про Катю, и про кого-то, кого не было сегодня на лобном, да, они были сегодня на лобном, сори, не погрузился в вопрос, значит, вот, возвращаюсь про телеграм, и все остальное, факты, давайте факты, вот, конкретно, обобщенные фразы, это, не знаю, такие вбросы, на которые, конкретно, я вам тоже ответить не могу, если хотите, я задал прямые вопросы, в чем Катя и Артур гасили Таню, где Алексей не помогает Тане деньгами, что Таня просит конкретно, какой помощи у Крис и Ваня, в общем, здесь люди, которые не поддерживают беременную национализм, и не жалеют народ Украины, смотрите, еще раз говорю, мы за мир во всем мире, мы жалеем народ Украины, национализм мы не приветствуем, и никто его не разводит, беременную Таню, мы все поддерживаем, я с ней в хороших отношениях, и поддерживаем ее, вот, а вы высказываете только какие-то обобщенные фразы, без фактов, просто обвинения в чем-то, на вопросы, которые я задаю по фактам, вы не отвечаете, очень слабая позиция, только, получается, вы не зная толком всей ситуации конфликта, поддержали на сторону, за тех людей, что вас поддерживают плохими людьми, я знаю всю сторону, я знаю всю ситуацию, я спрашиваю факты, по которым апеллируют, обвиняют других людей, люди, которые здесь, в моем прямом эфире, Ваня в этой ситуации красавчик, в какой ситуации Ваня красавчик, еще раз тогда, по фактам, не видно, мне тоже не видно, что вы можете апеллировать фактами, апеллируете только обобщенными словами, поэтому я не вижу сути, в этом разговоре, в этой дискуссии, у вас только одни обвинения, не подкрепленные ничем, скажу так, что-то у тебя тут весело в эфире, ну вот да, бывает и такое, что веселье жаришка, продолжается везде, у вас надо тоже пожалеть, или что вы хотите, вопрос странный, у вас сами себе отвечать, на то, что хотим, да, согласен, вот я про то и говорю, факты, задайте, я задал конкретные вопросы, обученные фразы, достаточно такие, как относится к пирсингам в интимных местах, главное, чтобы это было, так скажем, прекрасно, естественно, не знаю, Настя, привет, в общем, с вами все понятно, делайте вид, что ничего не знаете, олобные, олобные, которые, которые были, еще раз говорю, я не делаю вид, что я ничего не знаю, я знаю, все прекрасно, всю ситуацию, под дурачка я не кашу, просто вы, здесь, в прямом эфире, даете оценку действиям, вешаете ярлыки, кидаете обвинения, пишете обвинения, в чем-то, но не подкрепляете их фактами, я и говорю, давайте рассуждать по фактам данной ситуации, задаю вам вопросы, у вас только опять обвинения, какой-то неконструктив, поэтому под дурачка никто не постит, вот, это диалог, который не приводит ни к чему, потому что вы не можете апеллировать, хватит играть под дурака, но под дурака никто не играет, конструктивный диалог, я всегда за него, готов отвечать на все вопросы, главное, чтобы были факты, а не просто, какие-то вопросы, что кто-то кого-то, гасит, не помогает, поддерживает, в чем-то, в чем конкретика, конкретика, всегда лучшее оружие, запомните, если у вас есть факты, конкретика, и вы можете ими хорошо апеллировать, тогда у вас все будет получаться, а если у вас просто обвинения, они подкрепленные ничем, и вы не можете, их подкрепить чем-то, и обосновать, вот это, вот это, неправильно, слушаю, я не понимаю, он помогает деньгами, и она же говорит, что нет, Леша помогает деньгами Тане, скажу так, Алиса, громкость 4, Леша, Тане с деньгами помогает, они сейчас будут снимать квартиру в Москве, Леша все делает для того, чтобы в Москве они жили хорошо и замечательно, Влад Китай блок неадекватных, зачем, все адекватные, так и вы никаких проблем не предоставили, вы просто решили, что эти люди плохие, а как так можно говорить про людей, которые были рядом, ну как такое возможно, смотрите, я не назвал ни одного человека плохим, я задавал вопросы ребятам, на которые они решили ответить, я не сказал, я не сказал, что кто-то плохой, я не сказал, что кто-то хуже, чем остальные, если вы так любите говорить про эфиры, посмотрите эфиры, и снова переслушайте мои слова, аргументов, чтобы кого-то засадить, я тоже не приводил, я высказал свое мнение, как я вижу данную ситуацию, на личности я не переходил, вот, поэтому вот так, Леша ушел с проекта, нет, Леша еще не ушел с проекта, он ждет возвращения Тани в Москву, почему Максим не ушел за Соня, говорил, что уйдет Соня, ушла к своему бывшему, и сказала Максиму не идти за ним, а он согласился на эту квартиру, потому что на него насели, нет, я вам скажу больше, Алексей согласился на эту квартиру, еще когда Таня уезжала только на сессию, и на него никто не наседал, неприятный чувак, очень интересно, что вы с этим неприятным чуваком уже на протяжении получаса находитесь в прямом эфире, слушаете меня, мои разговоры, тогда вопрос к вам, зачем вы слушаете и смотрите на неприятного чувака, у вас все хорошо, или нет? я в свою очередь, если мне кто-то неприятен, ухожу от этого человека, перестаю с ним общаться, не смотрю его прямые эфиры, поэтому вот так, ты красава, спасибо, Тигран с Белой расстались, в этот раз надолго, не знаю, у ребят такой формат отношений, они то сходятся, то расстаются, здесь однозначно нельзя сказать, Белый хочет быть с Тиграном, Тигран хочет быть с Белой, но есть определенные факторы, которые они не могут, так сказать, не могут урегулировать, Что случилось у Горина и Иване Скриз? У них конфликт, конфронтация, я бы даже сказал, вот, ребята немного, ну, недопонимают друг друга, ссорятся, вот, ну, как бы вот так, ну, этот конфликт, на самом деле, решить очень просто, с какой стороны, первая пойдет, такая ниточка, но Артур сегодня сделал все для того, чтобы решить конфликт, но не все стороны готовы на это, хорошо сказал, спасибо, жду 14 июня, да, я тоже его жду 14 июня, Владос, не парься ты мужик, я никогда не парился, я знаю, что я мужик, я отвечаю за свои слова, очень странно было бы, если бы все было бы не так, но спасибо, мужикам быть, мужиками быть сложно, здесь сейчас Горино, Горино сейчас в больнице находится, вот, скоро, скоро вернется на поляну, как дела у и, у кого, у какого и, у какого или какой и дела, у кого вы конкретно имеете в виду, я думаю, что Катя расскажет это сама, я не буду распространяться на этот счет, вот, поэтому, если Катя захочет, она сама распространится, у них была потасовка, ну, у них было недопонимание, конфликт, как бы, на повышенных тонах, вот, как таковой потасовки не было, дай бог тебе девушку, которая тебя будет любить, просто за то, что ты есть, спасибо большое, мне кажется, каждому хочется именно таких отношений, когда любят не за что-то, любят просто потому, что человек есть рядом, и вот он такой, какой он есть, у Артема и Клавы, все замечательно, все прекрасно, ребята, наслаждаются друг другом, у них конфет на букетный период, все замечательно, скажу так, зачем курю, не знаю, с шести лет курю, ну, сейчас перешел с сигарет на электронную, Алиса, лайк, кого сегодня выгнали, узнаете в эфире, не распространяюсь на эти темы, наверное, единственные вопросы, не отвечаю, кто пришел, и кого выгнали, привет из Украины, Украина, привет, мы с вами, ребята, конфликт закончился, и вдруг вашему лицартуру не понадобится, помните мои слова, вы вроде хороший человек, не стоит принимать в сторону большинства, против людей, кто действительно вас поддерживал, всего доброго, я не принимаю в сторону большинства, у меня есть свое мнение, и я могу сказать так, что конфликт закончится, когда-либо, но Артур сегодня пошел на примирение, сделал первый шаг к примирению, но Иван решил, что он не хочет этого, поэтому достаточно такая двоякая позиция, вот, хотелось бы больше новых фото моих, скоро будут, ребят, не переживайте, будем фотографироваться, все делать, все замечательно, все прекрасно, всему свое время, как говорится, так что все будет, но не сразу, все будет, но не сразу, новые фотографии, это вещь хорошая, но для новых фотографий, нужно настроение, нужно время, нужно понимание, что фотографировать, как фотографировать, сейчас как раз у меня, есть настроение, есть время, есть человек, с которым я хочу фотографироваться, поэтому все будет всему свое время не переживайте ох ты привет из южной кореи южная корея привет 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 клюша дева пришла девушка ну скажем тогда пришла не к лёше но с лишения в отношениях все хорошо струлёша счастлив строит отношения у них все замечательно поэтому смотрите эфиры смотрите за развитием событий и будете в курсе всех новых тенденций и того что происходит у нас на проекте вот ребята ушли с которыми общались и все и пропали вопросы пропали мнения все-таки негативные комментарии разжигают интерес да и иногда даже негатив должен быть в нашем мире чтобы рассуждать и приводить какие-то аргументы машине брона страна выглядит все очень некрасиво очень обидно что вы там и на минуточку присылания не мои любимчики смотря что выглядит некрасиво то есть грубо говоря когда ребята не отвечают на вопросы начинают переводить стрелки на меня на ребят еще на кого-то я считаю что это тоже выглядит некрасиво и когда ты выскажешь свое мнение что-то еще им это не нравится они встают позицию агрессии тоже так себя это мое мнение как бы можете с ним соглашаться можете нет я не знаю как это выглядит в эфирах эфира не смотрю но мое мнение такое что все мы равны и все мы можем высказывать свое мнение здесь нету не любимчиков не топчиков и кто никого не должен запугивать со стороны силы либо еще что-то все должны высказываться о том как они хотят жить что хотят и все будет прекрасно сейчас одну секунду скажу за пультом от кондиционера то замерз все с вами девушка сейчас находится в больнице поэтому не покажу ребят алиса лайк вот а также с удовольствием показал ну скоро она вернется ко мне на поляну и покажу вам ее юля у них сложные отношения с тиграном они то ссорятся то мирятся в общем наверное скоро будут снова вместе а можете не будут юлька привет 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 ты решила присоединиться ко мне круто вот ты где там где сидишь в эфире в женской мужской в общем ну-ка рассказывай до марат есть лучший друг на проекте нет лучших друзей нет у меня по жизни считаю что лучший друг этот человек с которым ты достаточно много знаком и вот так так обычно так все идет когда ему что-то говорят вы серьезного норал на всех какому лишены когда я вам задавали вопросы на всех sony и крис значит можно в этом нету серьезно могу сказать так что безус он отвечает на вопросы он повышает голос когда ребята говорят утверждение заметьте утверждение и как раз таки утверждение обвинительного характера и с вешанием каких-то ярлыков именно тогда вот так все происходит юля с кем юля с тиграном скажем так или какая маленькая или или маленькая 1 в женской спать два часа зацепилась ну круто ты спать собралась молодец решила ко мне в эфир зайти будешь стоит тату нет тату не буду сводить вот не знаю пока меня не напрягает вот юлька у меня он джейсон спать лег а ты не спишь есть кого недолюбливаешь на проекте нет кстати вот на данный момент времени нет того кого бы недолюбливал все ребята клевые крутые как бы есть моменты которые не поддерживаю вот поэтому вот так а прическа менять бородой у ребят уже отвечал наверно 1 100 на этот вопрос да буду тебя недолюбливаю да илька тебя недолюбливаю вообще недолюбливаю бесишь меня потеряла мою зажигалку вообще ужас как так можно вас не любить это грех о марат красавчик включился я пропустила ответ на вопрос про мотоциклы на работе чё как относится к ним мотоциклы люблю хочу себе мотоцикл вот первый подарок от алексея безуса цепь мотоциклетная в общем часть мотоцикла у меня уже есть так вы также поступать уже что они что-то скрывает и все ненавидит они говорят это не так и вы продолжаете в общем вас не понимаю видимо нам друг друга не понять нет почему понять они не отвечают на вопрос мы не говорим что что-то не так мы хотим проговорить про их отношения но когда вопрос задается про отношения они переводят тему соня еще на проекте соня ушла с проект это очень хорошо что на самом деле за тебя только смотрю проект спасибо очень приятно прочитать юлька да я лучше я знаю малая как-никак бро девочка чуть нужно комплименты девочка чуть нужно комплименты сказать красавчик правильно да девочка надо говорить комплименты но я буду говорить комплименты только своей девочке привет из англии вы супер спасибо большое англия привет лондона музыки пытал заговорить быть он да помню такой момент из школы английского языка вот поэтому вот так и живем все прекрасно еще плюс такое красивое ой марат ну ты прям что-то разошелся спасибо за ответы сладкий снов любви вам взаимно сладких снов спасибо большое за пожелание надеюсь что все будет у меня хорошо марат иди в прямой эфир к юлию или запускай прямой эфир марат тебе придет сейчас вот поэтому вот как то так ребят все происходит все идет своим чередом все происходит так как должно быть вот все спят ну практически все спят ребята он осталось 23 секунды до конца прямого эфира этого я перезапущусь и присоединитесь снова вот она не поймет но сейчас как раз может быть поймет вот давайте сейчас перезапущусь и продолжим наше общение